Число обращений претендентов на социальное жилье перевалило за тысячу в течение первых же дней с начала процесса регистрации. Запросы 366 человек уже одобрены. Для каждого из них создан персональный кабинет, соответствующий электронной системе. 41 человек из числа претендентов получил ответ на свой запрос, в котором говорится, что они представили не все необходимые для регистрации документы. Еще 16 человек получили уведомление о том, что не соответствует предъявленным требованиям для получения доступа к льготному жилью. Свыше 50% обратившихся граждан прошли регистрацию в электронной системе льготного жилья на портале «Электронное правительство». Все прочие зарегистрировались, обратившись к сотрудникам Государственного агентства жилищного строительства в центрах службы АСАН. Для того, чтобы зарегистрироваться в системе льготного жилья, гражданам необходимо воспользоваться электронной подписью или же АСАН-МЗА. Необходимую для прохождения регистрации электронную подпись или подпись АСАН-МЗА желающие могут получить в информационных центрах подведомственных Министерства транспорта связи высоких технологий и в центрах службы АСАН. После этого претенденты на получение льготного жилья могут легко и быстро пройти регистрацию. Запросы граждан рассматриваются в течение пяти рабочих дней, после чего каждый из них получает ответ на свое обращение. В правилах на обращение я прочел, что право на получение жилья дается молодым семьям, людям в возрасте до 35 лет. За социальным жильем также могут обратиться к примеру педагоги. Я пришел вместе с дочерью, мы соответствуем поставленным условиям, поэтому и решили обратиться. Я надеюсь, что нам дадут квартиру. Мы представили документы, так как подпадаем под категорию члена семьи погибшего военнослужащего. Система прозрачная и очень хорошо работает. Для нас создается электронный кабинет в системе АСАН. Мы ознакомимся с квартирами и ценами. В основном мы интересуемся однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Мы желаем всем удачи, желаем, чтобы у всех, кто мечтает о квартире, она появилась. С категориями лиц, которые могут претендовать на получение льготного жилья, и со списком документов, необходимых по каждой из категорий, можно ознакомиться посредством сайтов mida.gov.as и mida.as. Принятие обращений граждан с правом на получение льготного жилья – достаточно продолжительный процесс. Вне зависимости от даты обращения, все граждане, имеющие электронный кабинет, будут владеть равными правами выбора жилья. На втором этапе, когда придет время выбора жилья, гражданам, подключенным к электронной системе, будет направлено уведомление о том, что квартиры поступили в продажу. Граждане, получившие уведомления, воспользовавшись электронной подписью или подписью «Асан-Имза», смогут войти в электронный кабинет и выбрать по своему усмотрению из списка предложенных квартир. Для консультации граждан по всем вопросам, связанным с электронной системой льготное жилье, и помощи гражданам в регистрации обращений, в бакинских центрах службы «Асан» под номерами 1, 3 и 5, а также в центре «Асан» в городе Сумгаид созданы соответствующие пункты. Гильзар Мустафаева, Орхан Бадалов, Алис Урхайоглу, Сибиси.